Вопрос номер один для экономик Минска и Москвы. Импортозамещение. Об этом президенты Беларуси и России говорили не раз. В ближайшее время ожидается еще одна встреча, заявил Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Нижегородской области. Товароборот растет. В прошлом году практически 700 миллионов долларов. Партнеры близки к так называемому золотому миллиарду, уверен глава государства. Что до экономического давления, оно может только подстегнуть. И сейчас самое время действовать на благо интеграции для пользы государств и людей. Влад Корнецкая с подробностями переговорного четверга. Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Так то ли в шутку, то ли всерьез писал Гоголь, намекая на месторасположение. Тем не менее, это один из самых экономически развитых регионов России. Сказывается и относительная близость к столице. Как говорится, Нижний, Москве сосед ближний. И сотрудничество у него налажено со 145 государствами мира. Беларусь в этом списке. Партнер номер один. Казалось бы, живущим в центре Восточноевропейской равнины, вдали от государственных рубежей, не до международного сотрудничества. Однако, когда речь о союзной экономике, сразу и границы стираются. Что касается взаимодействия Нижегородской области с Беларусью, товарооборот между нашей страной и этим российским регионом в прошлом году увеличился на 50% по сравнению с предыдущим. И расти есть куда. Делегация российского региона прибыла с солидным портфелем предложений. В Куларах обсуждают экономику, но больше санкции. Они по Нижегородскому региону ударили больно. Об этом то и дело разговоров. Для нас это сигнал о выручке. Инициатива есть и, судя по теплому приему во Дворце независимости, политическая воля тоже. Так и выковывается союзное партнерство. В прошлом году мы достигли 700 миллионов долларов товарооборот. Это очень большой уровень. И надо сказать, что мы прибавляем постоянно. Мы близки к тому миллиарду золотому, о котором мы мечтали когда-то с губернаторами давно. Я думаю, что мы с вами достигнем этого уровня. Тем более, у нас есть стремление к наращиванию товарооборота. У нас есть резервы и большие резервы. И самый главный резерв – это санкции. Как ни странно. Александр Лукашенко подчеркнет, период, в который проходит визит, судьбоносный для двух народов. Противостоять серьезным вызовам и угрозам – явление вынужденное. И вместе это сделать легче. Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами. Не смотреть там по сторонам, не только видеть, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят, санкции, санкции. Я задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию России и Беларусь. Если кто-то к нам в этом плане готов присоединиться, то они получат этот серьезный эффект. Как всегда, я говорю, нам просто надо немного времени. Потому что развернуть такую махину не так просто. Потому что отраслей много, промышленность, сельское хозяйство, другие сферы огромные. Надо время, чтобы развернуться. Да, санкции – это не сахар, но тем не менее в этой ситуации нам надо жить и развиваться. И мы полны решимости это сделать. Чтобы сохранить мир и порядок, особое внимание и военно-промышленному комплексу. Тема безопасности сейчас как никогда актуальна. С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы, значит, продвинулись. Но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенции у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа «Искандера». Очень хорошее оружие. Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров» С-400. И вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести. Много общего у двух стран. Много схожего и с Нижегородской областью. Взять ту же экономику и машиностроение. В регионе производят детали для белорусских автомобилей. Давние связи у «Газа» и «Маза». В конце лета МТЗ открыл торгово-сервисный и учебный центр. Там готовят специалистов для АПК. Белшина, Могилевт-Лифтмаш. За годы создали добротную базу для торговли. Но сегодня задачи масштабнее. Кооперация, создание совместных производств – одно из важнейших направлений, в том числе и части импортозамещения. По импортозамещению будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительство имеет поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительство выполнили наше поручение. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать. Мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Многое мы производим. Ну, как я говорю, что «ну хорошо». Не будем ездить в это время на «Мерседесах». Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать «Лады», «Москвичи». А что плохого? Это уже не тема «Сквичи» советская, естественно. Но, может быть, еще и не «Мерседесы». Придет время, будут у нас и свои «Мерседесы». И на это время многое не надо. Риторика Александра Лукашенко губернатору близка. Глеб Никитин – управленец опытной и с деловой хваткой. О нуждах своей области знает хорошо. Вот и навстречу дальновидно пришел не с пустыми руками. Сейчас мы создали центр импорта и импортозамещения. Иными словами, работаем в том числе по увеличению позиций по возу в Россию. И цель, конечно, изменения структуры этого импорта. Куда? Конечно, в первую очередь на Республику Беларусь. Создали каталог, состоящий из 4500 позиций, конкретно описанных, в том числе с точки зрения технических требований. По сути, это то, что сейчас необходимо региону. От деревьев хвойных до автокомпонентов. Раньше эти товары поставляли недружественные, как назвал их сам губернатор страны. Теперь этим займутся свои союзники. Хотя и раньше нижегородцы хорошо знали белорусское. В полях Нижегородской области порядка 60% техники – наша. Но в сфере сельского хозяйства готовы предложить и строительство молочно-товарных комплексов. Такой опыт в других российских регионах уже есть. Надо сельское хозяйство в порядок проводить, начиная с агрогородков. Все-таки надо деревню спасать в России. Не может быть ни Беларуси, ни России, ни Украины без деревни. Поэтому надо создавать нормальные условия для жизни людей. Посмотрите какой-нибудь агрогородок. Если вам он понравится, мы готовы поучаствовать, спроектировать. И вместе с вами, или мы сами можем построить вам подобный агрогородок и все производство вокруг него. Президент коснется многих сфер для совместной работы и строительства, и фармацевтики, и легкой промышленности. Тем более Нижегородская область в центре самого большого рынка сбыта в России с самой высокой покупательной способностью. В радиусе 500 километров проживают около 43 миллионов человек. Это как 4,5 Беларуси. Прокормить бы, но в продовольствии беларусы знают толк. Многие продукты, которые были представлены иностранными брендами, и которые сейчас уходят с наших полок, замещаются белорусскими. Для нас это только радостно, потому что нижегородцы очень любят белорусскую продукцию. Как говорится, нет худа без добра. К слову, только Нижний Новгород из всех регионов России представлен в Беларуси. Это к тому, что сотрудничество налаживать проще. Сейчас место встречи российских партнеров с главами наших предприятий. Мы подписали дилерские соглашения с Бабуровской Агромаш и с МАЗом. Для понимания. То есть это будет единый сервисно-забитовой центр, представляющий продукцию белорусских производителей на территории Поволжского региона. По большому счету принцип одного окна. Все производители белорусской техники представлены в одном месте с возможностью единого комплекса услуг. Наша техника будет более широко представлена в этом регионе. В первую очередь это, конечно, надежный торговый партнер, который всегда поддержит, подставит плечо и будет продавать нашу технику. На Бабруйск Агромаше и сами хорошо знают, что такое импортозамещение. Тот же итальянский режущий брус для косилки теперь производит на заводе тракторных деталей и агрегатов. Альтернативу украинским гидромоторам предоставил жидковический моторостроительный завод. Опытом готовы делиться с соседями. Открываются новые рынки, новые регионы, дальневосточные, Нижегородская область. Рынок Российской Федерации очень огромный. Он еще, может быть, где-то какие-то моменты нами не освоен. Но мы готовы разрабатывать и поставлять технику под все виды климатических условий. То есть, будто это холодный север или очень жаркий юг. Список предприятий для посещения у делегаций обширный. Особый интерес к коммунальным и дорожно-строительным машинам. Для Амкадора область стала первой точкой развития в России. Мы поддерживаем и приобретение техники по совершенно льготным кредитам. Второе, мы даем государственную поддержку на обновленные техники, на ремонт и так далее. И что немаловажно, мы крайне заинтересованы в приходе предприятий, в том числе на территорию Нижегородской области. Готовы очень серьезные льготные формы поддержки. Тогда, когда возникли трудности по вине западных наших недругов, нам пришлось в очень оперативном порядке создавать те узлы, которые мы покупали за рубежом. Сделываем подразмещение. Сегодня мы вышли на устойчивое производство машин. И, естественно, мы можем сегодня, отдавая машины, говорить потребителям, что проблем с эксплуатацией никаких не будет. Любопытно, но при всей машиностроительной мощи Нижнего Новгорода своего предприятия по выпуску городского электротранспорта нет. Техника изнашивается физически, устаревает морально. Обновление необходимо раз в 10 лет. Тенденцию в Минске уловили и создали там вместе с российским партнером предприятие. Его главный продукт – троллейбусы. Выгода и нам, и вам, что называется. Недавно мы уже провели первую опытную сборку образцов. Мы произвели там два образца с автономным ходом. Они прошли успешную эксплуатацию в городе Нижний Новгород. Ну а сейчас мы ищем партнеров и потенциальных покупателей для их реализации. В том числе за пределами Нижегородской области. Обо всем предметно поговорили в правительстве и на деловом совете. Бизнес-кооперация тоже прибыльное дело. И договориться удалось по многим направлениям. Мы совершенно не против наращивания импорта к нам. Мы пойдем в сторону сотрудничества в области строительства. Сегодня рассмотрим с строительным комплексом Республики Беларусь возможность его привлечения для строительства инфраструктуры, дорожного строительства в Нижегородской области. Мы в этом заинтересованы, потому что объемы большие, подрядчиков много, и хороших, и разных. Поэтому таких хороших и качественных, как в Беларуси, мы тоже, безусловно, ждем. Участники делегации признаются о том, что диалог сложится, и сомнений не было. Слишком много общего у наших народов. История, традиции и память. И это помогает двигаться и в экономике, и в союзном строительстве. Влада Корницкая, Ирина Недобоева, Никита Поликевич, Илья Валюк и Сергей Янковский. Наши новости. Сегодня же Александр Лукашенко встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Глава государства предложил конкретные меры углубления интеграции в ЕАЭС. Страны объединения уже приняли меры для компенсации потерь от санкционного давления Запада. Это обнуление и снижение ввозных пошлин, льготные формы приобретения товаров. Фактически реальная поддержка бизнеса и людей в ЕАЭС оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Следующий шаг – выработка актуальной модели и схемы расчетов. Беларусь и Россия работают на базе рубля. Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старый механизм, но с нами уже тоже рассчитываются в российской валюте. Поэтому приведение расчетов к единому знаменателю вполне может стать ключевой темой предстоящего саммита ЕАЭС. На следующей неделе Бишкек готовится принять Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Они, как ожидается, пройдут по видеосвязи. Некоторые секции и панели экономического форума в очном формате. В повестке 14 вопросов Александр Лукашенко предложил выйти не только за рамки предложенных тем для обсуждения, но и посмотреть в будущее. Но много внимания было уделено вопросам перспективы, каким быть Евразийскому экономическому союзу после 2025 года. Потому что, в принципе, до 2025 года у нас действует стратегия развития Евразийского экономического союза, которую главы государства утвердили в декабре 2020 года. А что вот за 2025 годом? И, конечно, вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, созданием совместных компаний, трансевразийских компаний. В первую очередь, конечно, российско-белорусских компаний, которые будут достаточно уверенно чувствовать себя на внутреннем рынке и производить те товары, которые востребованы на мировых рынках. И вот здесь очень интересные и конструктивные рекомендации были сформулированы уважаемым Александром Григорьевичем, касающиеся институтов развития. Это не только Евразийский банк развития наш, но и Евразийский фонд стабилизации и развития, и, конечно, внутренние источники. С учетом предложения Александру Лукашенко предстоит корректировка документов. Их подготовят к предстоящему саммиту ЕС и представят на рассмотрение главам государства. Почему слово президента сегодня звучит особенно громко и ярко? Как получилось, что Александр Лукашенко стал настоящим и безальтернативным союзником России, когда другие страны скромно остались в стороне? Кто может пополнить состав участников ОДКБ? И способна ли организация стать противовесом НАТО? Об этом и не только в проекте Марков. Ничего личного. Гость Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания. Смотрите сразу после нашего выпуска. После завершения военной спецоперации Мариуполь будет восстановлен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Особое внимание власти намерены уделить жилым районам и промышленным предприятиям. Задача очень трудная. 60% домов в городе нужно сносить. Снесут и Азовсталь, где до сих пор находятся сотни бойцов батальона Азов. А вот металлургический комбинат имени Ильича, где тоже шли серьезные бои, восстановят. Наш собственный корреспондент Светлан Карульска отправилась в Мариуполь, чтобы увидеть своими глазами, что значит в прямом смысле слова «достать из-под земли». В Мариупольском квартале в районе завода Ильича сейчас относительно тихо. Но проход на территорию предприятия пока только в сопровождении военных. Они работают здесь день и ночь. Там, где когда-то плавили металл, сейчас развалины и груда железа. Причем очень опасного. Часть территории зачищена, и ее впервые показали журналистам. Главное условие от группы не отбиваться, бронежилеты и каски не снимать. Завод имени Ильича – одно из старейших предприятий Мариуполя, который превратили в настоящий укрепрайон. Еще в декабре прошлого года сюда зашла морская пехота и нацбат Азов. Территория до сих пор не разминирована, поэтому журналисты здесь работают очень-очень аккуратно. Тяжелые бои здесь шли еще в конце апреля. Танки, ПТУРы, постоянная стрельба. Противник держал позиции нежели мирных. Здесь, как и в самом Мариуполе, украинские военные использовали тактику ИГИЛ. Машины выезжали из глубоких и хорошо укрепленных заводских подвалов, делали десяток залпов и тут же скрывались по землю. Потом появлялись уже в другом месте. Оружие и боеприпасов было в достатке. Все из западных партий. Прямо здесь перед вами представлены два ящика из-под вооружения западного образца. Это выстрелоскопочные гранатомилки 30-мм производства в Болгарии, если мне не изменяет память. Интересно другое. После начала специальной операции, многие западные стороны начали поставлять вооружение на Украину, но в Болгарии и, если я правильно помню, Польша, поставляли вооружение до этого. В частности, первые факты применяя болгарские боеприпасы были нам отмечены еще в 2017 году. Здесь работали и снайперы, во дворах неподалеку могилы мирных жителей, в том числе и детей. Радикалы несколько раз пытались вырваться из окружения. Покореженная техника и огромные воронки. Можно представить силу ударов. Когда командиры разбежались, украинские морпехи добровольно сложили оружие. Такой же процесс сейчас пошел и на Азовстали. Пока из Азовстали выходят рядовые бойцы, никто из состава высших офицеров еще не сдался. Сам завод по итогу операции, заявил глава ДНР, будет снесен. А вот металлургический комбинат Ильича восстановят. Специалисты сейчас оценивают перспективы. Если по Ильича принято решение, единогласное практически, то есть нету никаких мнений и позиций, его нужно восстанавливать, то по заводу Азовсталь мнение мариупольцев загрязнял весь период, с момента того, как он появился, потому что он был построен без учета розоветров и экологических норм. То есть он загрязнял город и не позволял городу развиваться в плане курортной составляющей, потому что загрязнял как сам город, так и море. До курорта Мариуполю сейчас, конечно, очень далеко. Восстановительные работы в городе начнутся только после завершения операции на Азовстале. Всем сдавшимся в плен обещана медицинская помощь и еда. Что касается нацбатов, то Следственный комитет России давно фиксирует все их преступления. И если среди раненых есть те, кому нужно предъявить обвинение, они пойдут после лечения под суд. Тех, кто себя не запятнал, могут впоследствии обменять или отпустить домой после окончания спецоперации. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Мариуполь. Символично год исторической памяти совпал с вековым юбилеем белорусской прокуратуры. Сегодня в Бресте открыли памятный знак сотрудникам ведомства, погибшим в годы Великой Отечественной. Изучение архивных документов позволило установить имена 17 прокуроров, погибших в войну при исполнении служебного долга. Их имена отныне на памятной доске. Среди них и убитые 22 июня 41-го прокурор Брестской области Прокофий Амилаев. Сегодня же в Брестской крепости присягу приняли молодые специалисты ведомства. Цветы к вечному огню, в память о жертвах нацистов. А их даже спустя десятилетия все больше. Сейчас генпрокуратура расследует масштабное дело о геноциде белорусского народа в годы войны. Буквально вчера в Могилевской области мы провели осмотр места происшествия, где фашисты убивали маленьких детей. Просто приходили в деревню, брали от двух до пяти лет по заключению экспертов малышей и головой били об угол дома и убивали целенаправленно. Таких фактов, к сожалению, тысячи. Мы получаем сейчас достаточно большой объем информации из архивов, в первую очередь, Российской Федерации. Мы работаем активно с коллегами из латинских стран. Ждем подтверждения в ближайшее время документов из других стран. Это порядка 19 государств, где уже, по нашим данным, более 400 эсэсовцев живых проживает. Для того, чтобы решать вопрос либо о процессе в отношениях на территории тех государств, либо об их выдаче. 14 тысяч свидетельских показаний. Огромная работа прокуроров позволила раскрыть десятки новых фактов. Практически в каждом районе обнаружены новые места захоронения. Вспоминает сегодня страна и героев нашего времени. Ровно год прошел с момента героического и трагического подвига белорусских военных летчиков. Майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Погибли сами, чтобы жили другие пилоты, посмертно удостойны звания Героя Беларуси. Завтра откроют мемориал в том самом дворе в Барановиче, где упал самолет. Напоминанием станут улицы и школы, названные в честь Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко. Спустя год наши корреспонденты побывали на месте трагедии. Вспомним подвиг уже легендарных летчиков. Эти кадры Ольга дрожащими руками снимала через несколько минут после крушения. На ее глазах пролетел самолет, вонзился на площадку и взорвался. Все случилось в доли секунды. Тогда шок. А сегодня осознание того, что могло бы произойти, если бы летчики поступили иначе. Я понимаю, что для близких летчиков это горе, но для нас это счастье, что они так поступили. Вы сами видите, здесь вообще дом на доме. Я считаю, что найти вот этот вот маленький пятачок – это удача, или это профессионализм, или это все вместе. Ну, конечно, молодцы ребята. Те, кто здесь рядом, они осознают, насколько могло быть большое горе для района целого. 19 мая 21-го литские летчики в небе отрабатывают задачи. Ничего не предвещает беды. Как вдруг над Барановичами их Як-150 дает сбой. Отказывает система управления. В таких случаях инструкция предписывает немедленно катапультироваться. Руководитель полета в 10 раз приказал покинуть борт. Но Андрей Нечепорчик и Никита Куканенко внизу видели дома. Понимали, что там люди. История мировой авиации знает много других примеров. Когда летчики принимали абсолютно противоположные решения и катапультируясь, падающие самолеты после этого приводили к огромным трагедиям. И ведь если бы ребята в считанные секунды не приняли единственное правильное решение в той ситуации, сегодня могла быть скорбная годовщина у десятков людей. Поэтому ребята действительно совершили подвиг. Как в такой критической ситуации пилоты смогли найти пятачок в густонаселенном районе, непонятно даже асам. Расследование позже покажет. Летчики до последнего использовали штурвал и педали, чтобы направить самолет как раз между домами. Катапульта сработала, но кабина открылась у самой земли. Шансов спастись уже не было. Они прекрасно это осознавали. Пожертвовали собой, чтобы жили другие. За это Андрей Нечепорчик и Никита Куканенко посмертно удостоены званий Герой Беларуси. Спасибо вам за сыновей. Сегодня то самое место практически не узнать. Дома, поврежденные осколками, отремонтированные, а на месте воронки – мемориал. Его откроют уже завтра, когда приедут родственники погибших. Это, конечно, невосполнимая боль, утрата для родителей, а для нас это благодарность. Этот клочок земли – это должна быть святыня. Сейчас, знаете, что мы все готовимся к этому открытию памятника. Вот убираем в своих дворах. Тут же у нас были заборы такие непонятно какие. Все это мы убрали, чтобы было приятно прийти сюда, посмотреть и почтить память этих молодых людей. Спасли нас, они спасли нас. Родные, те, кто близко знал летчиков, в один голос говорят, что по-другому они и не могли поступить. Офицерская честь не позволила бы. Больно, конечно, что это не хватило этих нескольких секунд, или даже доли секунд, или определенного маневра, который был бы запасом каким-то. Но я их поступок оцениваю как серьезный, как достойный мужчины, офицера, летчика. Все, наверное, видели этот ролик, который был в интернете, когда Андрей кричит, что Никита говорит, прыгаем, Андрей говорит, нет, город под нами. И он всегда говорил, если будет город, Настя говорит, я не прыгну, я буду до последнего. Ну, да, потому что он говорит, ну, представляешь, я буду лететь над Лидой, вы там гуляете, как и смогу, ну, вот, прыгнуть, покинуть самолет. Говорит, ну, нет. Чисто как мужчина, офицером, нет, не смог. Нет, конечно, это, ну, не в его правилах было. Второй пилот Никита младше Андрея, но в характере у них было много общего. Куканенко мог сам дернуть рычаг катапульты на безопасной для них высоте и спасти обоих, но... Он бы не смог смириться с тем, что люди погибли из-за него. Он настолько любил свою профессию, что другого выбрать не могло быть. Это все равно никогда не забудется. Но гордость того, что я была его женой, что у меня был такой замечательный супруг. Благодарность местных не знает границ. В школах появляются экспозиции о лидских летчиках и их подвиге. Из первого класса малыши знают фамилии героев. Их именами называют пионерские отряды. Это новый строящийся микрорайон в Барановичах. Здесь всего еще пару домов. На улице уже носят имена героев. Сейчас я иду по улице майора Нечепорчика. Она пересекается с улицей лейтенанта Куканенко. А вот это уже лидия. Улицы с именами героев появятся в новом микрорайоне Север. В обоих городах это пожелания местных жителей. Помнят о подвиге и в Полоцке, где Никита закончил кадетское училище. 23 февраля здесь открыли экспозицию в честь героя. А коллектив уже выступил с инициативой увековечить имя земляка. Первое – это присвоить имя Никиты Куканенко нашему кадетскому училищу. Назвать будущим новую улицу в городе Полоцке. Выпустить фильм, издать книгу. Учредить турнир памяти Никиты Куканенко. Но в настоящее время он зачислен навечно в списке кадетского училища. И каждый вечер на вечернем поверьте его имя называется «Его помнят». А в школу, в которой учился Андрей Нечипорчик, юные лечане передали свою память. Это макет места, где произошел смертельный подвиг. Груда металла – настоящий фрагмент того самолета. Здесь же его служебный планшет, форма, тетрадь с первым сочинением. Учебное заведение вскоре будет носить его имя. Настолько открытый, настолько ответственный, благодарный человек по жизни, что до сих пор я не перестаю восхищаться. Но и дай бог, чтобы как можно больше таких детей было в стенах нашей школы, похожих на Андрея. Будем очень сильно гордиться, будем передавать другим ученикам, чтобы они помнили. Сегодня фамилии пилотов навечно зачислены в список личного состава части, где служили летчики. В годовщину здесь прошел митинг реквием по погибшим. Хотя пилоты до сих пор не хотят в это верить и так не говорят. Эти герои просто улетели. Навсегда. Александр Плескачев, Александр Автухов, Олег Шапель, Иван Боровой. Наши новости ОНД. Будь готов, всегда готов. Лозунг пионеров звучит уже на протяжении века и объединяет молодежь. Сегодня 100 лет пионерскому движению. В своем поздравлении пионерии Александр Лукашенко пожелал молодому поколению оставаться лучшим примером для тех, кто идет за ними. Президент отметил славный путь одной из самых мощных детских организаций в мире, которая сплотила в начале прошлого века миллионы мальчишек и девчонок, представителей разных национальностей и культур, говоривших на разных языках, но объединенных самыми благородными стремлениями. И сегодня, сохраняя традиции пионерии, вписывая в летопись движения «Новые достижения и события», пионеры связывают судьбы прошлых и будущих поколений, подчеркнул Александр Лукашенко. И поблагодарил молодежь за обережное отношение к исторической памяти, мемориалам и памятникам, креативность и яркие идеи. Юбилей пионерии в Беларуси отметили широко. Основные торжества в Минске на фестиваль в столицу съехали со всей страны. С чего начиналось движение и какое оно сегодня? Алена Красноносова о духе и смысле пионерии. В ее трудовой книжке одна единственная запись. 40 лет назад, сразу после института, Елена Ивановна переступила сельский дом пионеров и осталась здесь до пенсии. Здравствуй, мой любимый дом пионеров. Здесь прошла вся моя сознательная жизнь. Вот это я принимаю детей пионеры. Свой красный галстук она примерила в четвертом классе в Калмыкии, где училась в школе. Затем был в Гомель и переезд в поселок Уваровичи. Здесь ей предложили взять шефство над пионерами. Ежегодно у нас в Доме детского творчества занималось 560-600 детей. Это мое бытное. Сейчас, наверное, больше. Вот эти работы с льна и соломки делались еще при мне. Лену и соломку мы своими ручками собирали на полях. Пионерские отряды, слеты, костри и речевки – непременные атрибуты того самого пионерского движения. И это было не просто интересно. Уникальная система становления личности. То, что определяло дальнейший путь и судьбу человека. До сих пор ее главный ориентир. Воспитала это в детях, передала и внукам. Те, кто прошел в школу пионерии, это люди с активной жизненной позицией. Потому что это трудоголики, это люди ответственные, это люди инициативные. И я думаю, что связь поколений не потеряна. Нынешние пионеры, они такие же. Целеустремленные, творческие, инициативные, которые умеют добиваться успеха. Трудно поверить, но пионерское движение сегодня отсчитало ровно сто лет. Век назад родилась легендарная детская организация. Юный Спартак так назывался первый на территории Беларуси пионерский отряд, в который вошли 120 детей и подростков. Столько лет за плечами, а дух пионерии, словно ее костер, не гаснет. Сегодня звание пионера носят более 70% всех белорусских школьников. Сегодня это самая многочисленная молодежная организация, которая объединяет более чем 600 тысяч молодых людей. В первую очередь это возможность себя реализовать, потому что сегодня молодые люди, они очень динамичны. Они хотят не просто в чем-то принести участие, они хотят внести свой вклад. Поэтому, становясь активными участниками проектов, которые сегодня реализует наша пионерская организация, это и есть самый главный стимул проявить себя, показать себя. Спустя век удалось сохранить традиции. Это также благодаря старшему поколению. Оно передает свой опыт. Калина Скаковец и спустя 60 лет клятву пионера помнит наизусть. Любить свою родину, уважать старших, быть примером для младших. Прошло время и, конечно, коррективы внесены в деятельность реализации. Но по-прежнему такие вещи, как любовь к родине, как уважение старших, как готов пионер к труду и обороне, вопросы патриотического воспитания, трудового. Все это все равно сегодня вошло в жизнь. Меняется время, меняются подходы. Да и визуальный образ пионера немного отличается от тех времен. Галстук теперь в цвет государственного флага. Но принципы остаются теми же. Это все те же инициативные ребята, которые любят свою родину. Пионер — это гордость. Это значит, нужно не подвести свою страну. Нужно помогать всему и всем. Нужно помогать взрослым, детям, то бишь октябрятам. Также делать хорошие дела. Быть пионером — это, во-первых, большая ответственность. Это большое количество возможностей, потому что пионер — это также первый. Это арена возможностей, где ты можешь проявить себя, где ты можешь показать то, на что ты способен. И ты можешь узнавать новое и найти новых друзей. Символично, что в год исторической памяти торжества в честь столетия пионерии начались у монумента Победы в столице. Подножие памятника — сто гвоздик от детской организации. Непременный салют юным героям, которые работали в тылу, добывая великую победу. Ты чувствуешь то, что ты приносишь пользу, и то, что тобой гордятся родители, гордится страна. Для меня быть пионером — это прежде всего служить для своей родины и быть патриотом своей страны, потому что это очень важно. И я считаю то, что пионер — это большая честь и гордость. Когда повязывали на меня пионерский галстук, я чувствовала то, что мне это нужно, то, что я буду совершать добрые дела для своей страны, для народа. Очень ответственные, но все же дети. Концерты, виртуальные площадки, настольные игры, тикток-фатозоны, лазерный тир. Без этого никак. Тысячи ребят со всей страны объединил фестиваль «Территория детства». Столетия отметили ярко и современно. Мы растем, меняемся, скажут они, обязательно уточнят. Мы все разные, но объединяет нас одно — Беларусь. Главное — быть вместе, чувствуя друг друга, тогда мы сильнее и сплоченнее. А еще первые. Алена Красноносова, Алексей Шаплов, София Бережна, Максим Вечерков, Яна Белковская. Наши новости ОНТ. Новые методики лечения и диагностики осваивают медработники из областей и районов. Обучающий проект «Современная медицина в регионы» набирает активность и охватывает все больше городов. Главная задача — повышение квалификации. Хирурги и медицинские сестры из Солигорска, Лунинца, Лида, Березы, Кобрина и Островца уже к этому приступили. Инициатива предложена Республиканским клиническим медицинским центром «Управ делами президента». Цель такого взаимодействия — обмен практическими знаниями, чтобы пациенты во всех уголках страны получили самую квалифицированную помощь. Основной этап проекта — симуляционное образование. Мануальные навыки хирурги оттачивают на тренажерах. УЗИ, функциональная диагностика, лапароскопия и другие исследования. А медработники среднего звена погружены в более детальное изучение инфекционно-эпидемиологической безопасности. Мы работаем с нашими коллегами и помогаем им в практических навыках по оперированию или по проведению тех или иных исследований непосредственно на их рабочем месте, с использованием их диагностического и лечебного оборудования. И при необходимости проводим совместные консультации. Это проект динамично развивающийся. У нас в перспективе разработка программ реализации образования в области диагностики, в частности в области лучевой диагностики, обмен данными, помощь в расшифровке тех или иных томограмм. Нас пригласили. Так было неожиданно и очень приятно. На симуляторах отрабатываем манипуляционные непосредственно навыки всевозможные. Мы шьем, перекладываем, видеооперации проводим на симуляторы. Есть тренажеры конкретных операций. Клинический центр помогает нам воплотить в жизнь наши амбиции. И, скорее всего, мы начнем сразу после приезда домой оперировать паховое грыжи лапароскопически. Проект стартовал в марте и уже доказал свою эффективность. Полный курс обучения в центре прошли специалисты из Лунинца и Солигорска. В перспективе самые эффективные наработки смогут применять врачи по всей стране. 9 миллионов тонн зерна и 5 миллионов тонн сахарной свеклы – это лишь часть амбициозных планов аграриев в нынешнем году. Продовольственная безопасность в этом году актуальна как никогда. Площадкой для поиска эффективных решений стал Белорусский агрохимический форум. Наталья Питкевич, стратегический диалог. Разработать, произвести, внести в почву и получить результат. В теории звучит просто, но на практике нюансов много. А когда решается вопрос продовольственной безопасности, неучтенных моментов быть не должно. Поэтому белорусские предприятия агрохимического комплекса, ученые и аграрии разработали эффективную схему взаимодействия. Открытый диалог, обмен опытом и презентация возможностей. Белорусский агрохимический форум проходит во второй раз в этом году на базе предприятия «Гродно-Азот». Это мероприятие посвящено нашим потребителям, нашим аграриям. Предприятия будут представлять свои наработки, которые они поимели во многом как наработанные с нашими научными институтами отечественными, так и полученные зарубежные опыты. Сегодня стоят большие задачи перед агропромышленным комплексом. Это получение 9 миллионов тонн зерна, это 5 миллионов сахарной свеклы. Мы должны обеспечить плодовощной продукцией, получить достатки льноволокна. Мы, конечно, от наших агрохимических предприятий ждем поставки новых форм удобрений. В основном это, скорее всего, сложно смешанных для сбалансированности питания. Сельскохозяйственные предприятия страны обеспечиваются удобрениями. Продукция белорусских аграриев поставляется в 106 стран. При этом важно не расслабляться и качественно подходить к планированию урожая. Разумная экономия должна быть везде. Главное не только наращивать объемы внесения удобрений. Нужно повышать их отдачу, поэтому белорусские ученые работают над созданием так называемых умных комплексных удобрений. Для каждой культуры мы разрабатываем такое удобрение. И туда включаем тот состав микроэлементов, который необходим данной культуре. Чтобы за один прием как в основное внесение, так и в подкормку можно вносить готовое уже удобрение. Не делать баковые смеси, а получить готовое удобрение, которое годится и для основного внесения, и для некорневых подкормок. Чтобы эти добавки давали возможность снизить дозы внесения. А самое главное сейчас – это улучшить качество продукции. Мы выпускаем целую линейку удобрений. Можем предложить для сельского хозяйства под конкретные культуры с различными формами микро-макроэлементами. Это азотно-фосфорно-калийные удобрения с серой, с цинком, с бором, с магнием. То есть то, что действительно востребовано во всем мире. В решении стратегически важной задачи в помощь людям современная техника. Так, на предприятии Гродно-Азот сейчас происходит масштабная модернизация, которая позволит ежегодно выпускать 1 миллион 40 тысяч тонн азотных удобрений. А на Бобруйской Агромаше приступили к выпуску новых машин для внесения подкормки. Центральное внимание, как вы понимаете, уделяется минеральной группе цехов, минеральной группе удобрений. Мы хотим увеличить мощность нашего предприятия. Если считать в действительном веществе это у нас азот, будет порядка 177,5 тысяч тонн по году. У нас уже выходят новые машины, такие как РУ-8, которая уже предназначена не только для внесения обычного удобрения, но мы уже рассматривали внесение и химмиллиарантов. Контроллер позволяет выставить и дозу, и ширину захвата, контролируется и скорость, и доза внесения. Там и производительность. То есть это очень информационная машина сейчас. Для нашей страны, главой государства, про безопасность продовольственная, она всегда стоит на первом месте. И мы просто сейчас особенно понимаем, почему. На сегодняшний день все организации минерального комплекса, минеральных удобрений работают, все люди загружены, все планы, которые мы себе наметили, инвестиционные, промышленные и так далее, мы для себя оставили и стремимся их выполнить. Мировой голод, который пророчит ООН, стране не грозит. Для этого предприятия Белорусского агропромышленного комплекса и ученые работают в эффективном диалоге. В Гродно форум будет проходить два дня, 19 и 20 мая. Следующий запланирован в Солигорске. Наталья Питкевич, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно. У белорусской продукции появится свой национальный бренд. Его определят на конкурсе уже этим летом. Самые креативные работы выберет жюри. В составе представители Министерства экономики и информации телеканала ОНТ. Цель проекта – повысить узнаваемость нашей продукции за рубежом. Участие бесплатное. Проявить фантазию и показать творчество на республиканском уровне могут все желающие. Юридические, физлица, индивидуальные предприниматели, а также авторские коллективы. Условия просты. Необходимо подать заявку по установленной форме с приложением конкурсных работ. Конкурсная работа предусматривает логотип и имиджевый слоган. К ним должна быть приложена еще пояснительная записка с описанием элементов этого логотипа, с раскрытием содержания идеи слогана белорусского бренда национальной продукции. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы рассмотреть поступившие в Министерство экономики заявки и конкурсные документы. Конкурс проходит в несколько этапов. Примеры слоганов и логотипов можно пересылать на электронный адрес Министерства экономики до 30 июня. Для тройки финалистов дипломы и ценные подарки. Победители выберут 15 июля. Не только у пионерии. Сегодня еще один вековой юбилей. 100 лет белорусской думки. Единственное печатное издание в стране, которое может похвастаться такой датой. На страницах только проверенные факты, научные статьи. Все самое актуальное, четко, ясно и по делу. Часопис популярный, запотребованный читачом. Он очень запотребованный в новой комиссии. Он имеет такую добрую репутацию там. Потому что мы оттестованы высшей оттестационной комиссией по шести науковых направлениях. Но за все стараемся поведать часу. Издание «Лидер общественно-политической мысли» за свое вековое существование не раз меняло название. Но стилистика и содержание остаются неизменными. Сегодня, скорее уже, содержание и формы должны тоже обновляться. Интернет, технологии информационного противоборства вовсю применяются к Республике Беларусь. Поэтому и белорусская думка должна соответствовать реалиям времени. Те авторы, которые публикуются в этом издании, мне кажется, что было бы неплохо делать для них видеоблоги. Отметили сегодня и лучших работников. Поздравление коллективу редакции направил президент. В Минске сегодня раскрылся цветок, с которым связано множество белорусских традиций. Это было звучно. Ведь «Кветка Перуна» на обложке новой книги известного музыканта и фольклориста Ивана Кирчука. Он лично презентовал сборник сценариев для разных поводов. Александр Матяс, современно, по-дедовски. Поет, как слышал, на Полесье и в родном принеманье. У Кирчука все записано почти 40 лет. Собирает фольклор, адаптирует в наши дни, презентует теперь в Минской этнолаборатории. На звонкие лекции основателя этно-трио «Троица» всегда аншлаг. Творчий союз отрымался с Альфредом Микусом. Он дославал тысячу фотоздымков до «Брада» и «Свят». И было вельми складано. Коли сердце супакойлося с нотами, то хотелось все фотоздымки показать. Потому что гэтые очки бабуль дзядоу нагадали мне шмат экспедиции. Одна из первых была в 83-м годе. Любинский район, вездка Сарачи, где шмалявая Пелагея Михайловна спела. Здесь я тихо дзин раненцы до часу ночи. Я мару, что в Беларуси будет театр фольклора. Я мару, что в Беларуси будет ритуальный театр. Потому что каждый ритуал, и он мает свои идеи, не с ворот до земли, до огню, до воды. Проблемы с выбором репертуара не будет. Кветка Перуна – тысяча экземпляров. Содержание для любых возрастов. Это можно поставить и в детском садике. В трех главах пьесы по мотивам народных обрядов, преданий, Игорь Заба в конце 19-го, начало 20-го веков. Кветка Перуна – то же, что и цветок папоротника все знают, но никто не видел. И этот образ – плод фантазии и символов. Книги не исчезли, 15 сценариев по-дедовски на все времена года. Уже стоит на популярной полке корешок. К слову, переплета вообще могло и не быть. Почти 15 лет автор думал, что потерял нотный текст. Копию сохранила бывшая студентка Кирчука символично. Издание увидело свет в год исторической памяти. Институты Национальной Академии Наук тоже вносят огромный вклад в издание такой литературы, в изучение фольклора, этнографии. Эта литература возвращает каждого читателя к нашим корням, к бабушкам, к дедушкам, к вёскам. И, конечно же, интерес к этой литературе растёт и растёт. В столичной Академкниге сегодня не классическая автограф-сессия. Фронтмен легендарной троицы порадовал аутентичным пением, оживляет традиции. О том, что начинается в прошлом, питает настоящее и уходит в будущее. Больше 300 страниц. Александр Матяс, Александр Автухов, Андрей Мушавец. Наши новости. И о погоде узнаем у Анастасии Кирилловой. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер. Уже с пятницы погода вновь испортится. Порывистый ветер, грозовые дожди и постепенное похолодание. Итак, завтра погодой будут управлять атмосферные фронты Западной Европы. Они несут с собой дождевые облака и порывистый ветер. В пятницу облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременные дожди, днём в отдельных районах грозы, влажность до 90%. Ночью утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, при грозах паровистый. Атмосферное давление будет падать. Температура утром от 11 по северу до 14 по западу. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 13 по Минской области до 24 по Брестской. К вечеру от 13 по востоку до 25 по юго-западу. В выходные сохранится влияние атмосферных фронтов Западной Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, различные интенсивности. Днём большая вероятность гроз. Влажность до 90%. Ветер западный порывистый. В субботу ночью 7-13. Днём от 14 по северо-востоку до 25 в южных и юго-восточных районах. Воскресенье немного похолодает. У меня на этом всё. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете всё о погоде и не только об этом.